Всем привет, друзья! С вами Ирина и Нуки. Сегодня мы снимем вам нашу орхидейку, которую мы недавно купили по оценке. Стоила она 2,40. И стоит она у меня на кошкином дереве, потому что больше негде. У меня уже все углы заняты орхидеями, а эту нужно было поставить на карантин, как мы обычно ставим новые орхидейки, подальше от других. Стоила она 2,40 и была в более плачевном состоянии, чем сейчас. Сейчас очень многие орхидеи в магазинах сильно-сильно пересушивают до того, что иногда орхидея уже даже не может прийти в себя, когда корни полностью усыхают и больше не впитывают влагу. Но эта орхидейка была в более-менее еще живом состоянии и начала потихонечку вбирать в себя влагу. Названия у нее пока нет, если кто-то знает, то напишите. Начала я поливать ее совсем по чуть-чуть по краю горшка и вот замачивала буквально на 10 минут низ горшка на сантиметр. Ставила воду, чтобы она потихонечку начала пить. Утром я ее замачивала, вечером обрызгивала листочки и корешки сверху, ну так хорошенько, чтобы все тоже намокло. Снова утром замачивала, вечером обрызгивала. И так потихонечку, видите, уже вот корешки зелененькие. Это значит, что они начали впитывать воду. Потому что первый раз, когда я провела эту процедуру замачивания, они таки остались вот серенькими, серебристыми, как верхние. Но сейчас уже видно, что орхидейка приходит в себя, потому что цветы набрали упругость. Я не срезала цветоносы. Хотя, вот если орхидея спит и у нее не работают корни, то лучше срезать цветоносы. Но я оставила посмотреть, потому что цветы очень хороший индикатор, что орхидея начала впитывать воду. Сейчас объясню. Листья, они вот как были такими прям желеобразными тряпочками. Вот они вроде как торчат, да, но на самом деле они такие все сморщенные. Вот до того, что вот здесь какой-то уже некроз начался. Вот они все такие сморщенные-сморщенные. И по ним не видно, впитывают они уже что-то или нет. Кто-то мне помогает. Помощник. Вот, а по цветам сразу стало видно уже на третий день, что они воспрянули духом. Вот эти вот средние лепестки так и остались. Что, ну-ки, невкусно. Что ты там делала? Не знаю, кусала она или нет. Вот, в общем, вот эти вот средние лепесточки так и остались тряпочками, ну, потому что они изначально были тонкие-тонкие. А вот это вот, вот эти вот лепестки прям стали, как положено. Вот. Поднялись. И сам цветочек выглядит теперь более-менее. И вот этот вот тоже прям раскрылся такой. То есть по ним видно, что орхидея пришла в себя. Здесь она отсушила. Тряпочки совсем были. И вот этот вот цветочек, единственный, который и был нормальным. Но сегодня утром, так как он стоит на кошкином дереве, кошка решила свеситься вот оттуда лапами вниз и попытаться словить его, как бабочку. Вот. Подрала цветочек. Ну, я вам ставлю фотографию, какой он был. Такой интересный раскрас у орхидеи. Вроде как белая, но с салатовыми такими пятнами. Вот. Так что очень даже интересный цветочек. Вот так он выглядел, когда был целым. Ну, что такое? Ты играешь сейчас цветочком? Понаставили тут хозяева на мою территорию. Да? Да, понаставили. Ты мой близунчик. Ням-ням-ням-ням. В общем, суть всей басни такова. Не ставьте близко к котам орхидейки. И отпаивайте такие орхидеи очень-очень медленно, по чуть-чуть, чтобы у них не случился шок. Надеюсь, с ней будет все хорошо. И смотрите, у нее такие листочки на цветоносе. Такие интересные. Ну, и на этом я с вами прощаюсь, пока кошка совсем не задрюкала орхидейку. Да? Кто тут играется? Кто тут играется? Кто тут играется? Так что на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, чтобы следить дальше за этой орхидейкой и за многими другими. Всем пока и до новых встреч! До новых встреч!